На прошедшей неделе уже четвертый депутат Воронежской городской думы попал под уголовное дело за мошенничество. И все они представляют единую Россию. И это не норма. Пока воронежские власти хранят молчание, спросим у людей, что они думают по этому поводу. Уже четыре депутата попали под уголовное дело. Скажите, что вы думаете по этому поводу? Ну, это какая-то новая тенденция. По-моему, раньше было меньше. Да? А что вот нужно сделать с этой думы? Распустить? Это такой вопрос достаточно провокационный. Но, я думаю, есть соответствующие органы, которые должны продолжить разбираться. Но, очевидно, обратная связь у нас немножко потеряна. Взять хотя бы елку и отсутствие катка. Поэтому, может быть, в следующем году у нас будет елка. Точнее, елки не будет, будет каток. Наоборот. Ну, а так, быть на их месте вы бы позволили себе такое, попасть под уголовное дело? Ну, это сложно. Про это, я думаю, многие думали. Потому что большие, видимо, искушения какие-то открываются. И дело, наверное, даже не в том, что там человек плохой. Все-таки, если посмотреть базовое образование человека, вряд ли это будет юрист-экономист. То есть, если бы сейчас меня посадили, там, управлять самолетом, я бы его уронил, на меня бы завели уголовное дело. Но кто виноват? Тот, кто разбил, не имея компетенции, или тот, кто посадил? Поэтому, видимо, по этой цепочке нужно двигаться вверх. Уже четыре депутата попали под уголовное дело. Что вы думаете по этому поводу? Вообще не слышал об этом. Мне все равно. Уже четыре депутата попали под уголовные дела. Что вы думаете на этот счет? К сожалению, я не затрудняюсь ответить, не знаю. Ну, как считаете, что нужно сделать с такой думой? Может быть, распустить? Я думаю, нужно разобраться, с чем это связано. Ну, они попали под мошенничество. Вот за мошенничество, под уголовное дело. Ну, если это доказано, я думаю, их руководство должно понести за это ответственность, за то, что допустили таких. А будь на их месте, вы бы позволили себе такое вот своевольничество? Я думаю, нет. Я думаю, что четыре депутата попали под уголовные дела за мошенничество. Как вы считаете, вот вообще правильно это вообще? Ну, что вы думаете на этом? Причины какие? Почему произошло? Ну, раз попали депутаты, попали под федеральные. Уколовные. Ну, понимаешь, федеральный суд занимается этим? За мошенничество. Ну, это все серьезно. Четыре депутата попали под уголовные дела. Что вы думаете по этому поводу? Если честно, я даже еще не в курсе, за что они попали. За мошенничество. Кто-то с землей, кто-то там с голосами. Тороплюсь. Не могу сказать, не знаю. Что вы думаете по этому поводу? Честное слово, не знаю, что сказать. Не понимаю. Как считаете, вот нужно распустить такую дому за мошенничество? Это очень плохо. Плохое. Вот это могу сказать. Если они так делают, мошенничеством занимается, не знаю. Нужно убрать с поста все. Я не знаю. Пускай разбираются сначала. Если это правда, то можно. А если это может человека подставить? Если это неправда, то зря значит. Что же четыре депутата под уголовные дела попадают? Ну, значит, нужно как-то внимательнее относиться к людям, которые нами руководят и которых мы выбираем. Наверное, только так. Ну, какое мнение? Они попали с обзят. За мошенничество в том числе. Нет, 30 дней. Что нужно с такой дом и сделать? Разгонять ее. Убирать с постов? Да, и сажать.